И привет, друг! Как настроение? Всё отлично? Я надеюсь, что да! Потому что ты смотришь это видео, ты, возможно, рад, возможно, не рад. Это уже дело твоё выбирать, радоваться или не радоваться. Соответственно, я тебе посылаю большой такой приветик, и давай начнём. Сегодня разговор у нас пойдёт о стримах. О стримах на Твиче, на стримах... О стримах, извините, на данной площадке, как Ютуб. И, соответственно, то, как ты должен вести себя на этих стримах. Если ты хочешь в дальнейшем развиваться и набирать подписчиков. Это видео, предупрежу сразу, я не профессионал в этом деле, но в связи с наблюдением за другими людьми, просмотров разных видеороликов на англоязычных ресурсах и плюс на русскоязычных, я могу поделиться своим некоторым опытом. Плюс я немного стримля, но я не могу сказать, что у меня прям горы подписчиков. Потому как я стримля на английском языке, и я объясню, в чём причина. Соответственно, в чём причина, что у меня мало подписчиков на своём Твич-канале? Мало по той причине, что я стримлю не так долго. Вторая причина, то, что я не могу полноценно взаимодействовать с аудиторией, потому как знание моего английского не совсем на высоком уровне. Если бы оно было на таком же уровне, как и русский язык, то было бы намного комфортнее, намного увереннее, намного приятнее общаться с людьми. Следовательно, первый пункт, который мы можем вывести, что нужно для того, чтобы развивать свой Твич-канал, это взаимодействие с аудиторией. Взаимодействие с аудиторией, с людьми, которые приходят к тебе на стрим, с теми добрыми людишками, с теми детишками и девчоночками, и просто трансгендерными мутантами. Ты можешь с ними взаимодействовать, взаимодействовать с помощью своего рта. Поэтому первое, что нужно делать, когда ты запускаешь стрим, это постоянно говорить, постоянно держать внимание на себе, постоянно. Потому как человек, если ему не интересно, он покинет это сразу же, в момент. Ну, такова суть, потому что можно выбрать другого стримера, которого можно посмотреть, а ты при том начинающий. И, ну, кто будет смотреть начинающего стримера, если он никак активно к себе не привлекает внимание? Соответственно, мы говорим, показываем жестами... Блин, что же я правую руку постоянно показываю? Тут микрофон мешает. Мы постоянно говорим, постоянно разговариваем, взаимодействуем с аудиторией, разговариваем, задаем вопросы аудитории, также отвечаем им, даем обратную связь на их действия, которые они совершают в чате. Мы даем оценку этим действиям и, соответственно, взаимодействием, поддерживаем наши коммуникативные аспекты в нужном ключе. Это вот первый момент. Это, соответственно, взаимодействие с аудиторией, с помощью твоего языка, с помощью твоего рта, с помощью твоих ручек, жестов и всего в этом роде. Следующее, какой пункт хотелось бы отметить, что нужно для того, чтобы развиваться на Твиче, как возрастить свои тысячи подписчиков на Твиче, это нужно иметь скилл. Иметь скилл в чем-то. Соответственно, это может быть либо умение играть на музыкальных инструментах, либо же это умение рисовать, либо же это умение красиво делать фотографии. Ты этот стримишь, хотя таких стримов я практически не видел. Но умение плести кольчугу для людей, это тоже своеобразный скилл. Умение профессионально играть, или прокачиваться там World of Warcraft, или там другие игрушки, это, соответственно, нужен необходимый скилл. Скилл в игре может заменить взаимодействие с аудиторией, но взаимодействие с аудиторией это более быстрый способ для того, чтобы вырасти. Хотя, если ты умеешь петь и делаешь это на профессиональном уровне, то чтобы не стримить то, как ты поешь, показывать людям, вот это скилл, вот это да, вот это я хочу точно так же быть, как он. И, блин, это очень круто. Если бы IMAGE & DRAGONS стримили, они бы, наверное, собирали аудиторию тоже по той причине. Даже не взаимодействие с ней именно голосом, в чате листая, о, Вася написал что-то, а просто разговаривая с помощью музыки. Скилл вот основной, который у вас должен быть. То есть, первое, это взаимодействие с аудиторией, второе, это скилл, а дальше я даже и не знаю, что можно добавить, чтобы развиваться. Это регулярность стримов, то есть, постоянно стримить и стараться коллаборировать с другими людьми, с другими стримерами. И, соответственно, создавать комьюнити из нескольких аспектов стримерства. То есть, допустим, ты заколлаборировался с человеком, который во вкладке музыка. Ты, допустим, стримишь Fortnite, да? Заколлаборировался, к тебе часть музыкантов так отсеклись. Ну, подошли, то бишь. А к тому человеку, чуть-чуть с Fortnite, потому что, о, послушать музыку прикольно. А те, кто слушает музыку постоянно, о, а я еще и Fortnite играю, блин, прикольно. Посмотрю-ка этого чувака. И в итоге соединились вот так вот. Обзавелись новыми людишками на стриме. Соответственно, подведем итоги. Первый пункт, что нам требуется, это взаимодействие, второй, твой навык, твой скилл в какой-то либо сфере, в активности, которую ты проводишь. И третий пункт, это коллаборации. Коллаборации с людьми. Это вот основные три пункта, которые нужны для того, чтобы взрастить канал от нуля подписчиков до тысячи. И, соответственно, развиваться дальше. Это вот основные вещи, которые я заметил. Да, спасибо за просмотры большое тебе, дорогой друг. Но если ты будешь писать, ну, какое право ты имеешь вот так вот говорить о том, то, что ты еще сам не достиг. У меня вот 336 человек на отвече за пару месяцев. Но я думаю, что вот так вот дальше, если взаимодействовать, то будет намного лучше. Поэтому будь крут, будь поддерживай, будь молодцом, не будь ловшой. И поддерживай свой скилл в норме, взаимодействуй с аудиторией и коллаборируй. И все будет у тебя отлично, мой дорогой стример. Пока! Увидимся в новом видео. И можешь подписаться, можешь не подписываться. Этот канал чисто для меня, для того, чтобы просто развивать мою речь и выходить на более высокий уровень по разговорным манерам. Пока! Увидимся. Я кликну сюда, и видео закончится. Все одним кадром, все одним дублем, все как ты любишь. Не забудь почистить зубы. Пока!